Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Птички поют, машины уже лётают. 7 градусов с утра тепла. Ой, а мне Танюшу Мурсалимову из Нижневартовска прислала. У них зима. Ой, ну что на это сказать? Держитесь, люди, скоро лето. Начинаем новый день, мои хорошие. Вот надо ехать, а я жду воду. Заказала воду. Ну и пока пообрезаю хоть то, что обцвело. Как-то обрезать-то и поруби рано ещё. А вдруг ещё зацветут? Было такое дело. Цвели у меня до Нового года. А вот позавчера, мои хорошие, был заморозок ночью. Вот видите? Видите? Так что не лето. Вот теперь вот это всё надо срезать. Целые заросли. Всё, вот я приехала, они ещё свели. Заморозок был ночью, всё. Надо убирать. Работы тут хватает. А уж как у людей всё идеально, я не представляю, сколько это много работает. Господи, это надо тут, знаете, не разгибаясь. День и ночь. Вот что бы я без вас делала? Я одна, а вас много. И у всех знания есть. Правда ведь? Одному человеку невозможно знать всё. Вот куда-то исчезают комментарии. Пошла домой посмотреть, как зовут девушку, которая мне написала про Зизипу. Не могу найти. Что творится? В общем, короче говоря, мне написали, что их нужно собрать в пакет бумажный и потом с чаем заваривать. Вот сейчас возьму бумажный пакет, посушу их, буду чай с ними пить. Я уже все, которые были твёрдые и такие сочные, я уже их все обобрала и сгрызла. Остались только такие. Ну вот, вот набрала пакет. Посмотрим. Я уже сколько раз говорила и всё вам повторяю, что Зизипус в Китае входит в пятёрку самых полезных растений, ягод. Они же там не лечатся таблетками. Так что дело это очень хорошее, полезное. Ну я такая... Я же забуду. Птичка. Птички прилетели на гранату. Что-то погода испортилась в момент. Вон там с козочками хозяйка гуляет. Да, что здесь не держать-то, да, скотину? Пасутся практически круглый год. Ну, бывает там... Уж совсем холодно там или пек. А так-то. Артобус идёт. Надо же. Ну-ка, и коровы пасутся практически круглый год. А он сейчас с Костей разговаривал, а в Мурманске уже и минус 18 было. И снег уже лежал. А сейчас вроде плюсовая температура так тает начал. А тут снег, если он и бывает, так где-то в феврале. Один раз в этом марте навалило. Вот опять. День, два, три. И всё. Ну, погода чё, меняется? Завтра дождик обещают. Вот, видимо, и меняются. Я с коробками на почту. Гранаты, арейсы. И Саша маленький забыл свою машину мусорную, очень переживал. За сохранность твоей машины я ему говорю, я тебе пришлю. Приеду, соберу гранаты. Конечно, и прошу на твоих мужчин. Ну, обещал, надо делать. Я всегда, если обещаю, по внукам, то делаю. Вот она жизнь-то. У псов. У бездомных тут. Вот так всю зиму и валяются. Пока меня не было, доделали дворец культуры. Ой, терпеть я не могу. Вот эту облицу, купить клетки. Такие, такие бедные здания. А, глянь, он такой был гораздо интереснее. Теперь все. Суть такой же, дворец культуры такой же. Все одинаковое. Ну, вроде опять в солнышко хочет выглядывать. Все, отправила посылки. Теперь буду ждать из Питера три посылки. Ну, как придут, девочки мне позвонят. Вернулась. Что-то непонятно, то ли налаживается погода, то ли нет. Вроде вон, девушка голубое появилось, вроде как и солнышко, но все какие-то облака. Вот. А мне Оксаночка прислала еще видео со своим барсиком. Вот я уже тут. Скоро неделя будет. Еще даже с ней не созванивалась. Надо хоть позвонить. Спасибо, Оксаночка. Ты меня не забываешь, моя хорошая. Называется Найди кота. Тук-тук. Вам можно? Я думаю, где он мяукает? Марсик. Ты что, ты нормальный? Нет. Чего ты сюда залез? А? Запах нравится кожанки, да? Ах ты. Поехала гирлянды покупать. А Толик еще смеется. Вот сейчас купишь и найдешь. Точно. Ну, девчонки, ну, я смотрела. Каждый день смотрю на этот светильник. Ну. Весит, голубушка. Ну, ладно, пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой ходит у меня по участку. Олень же с вами. Вот видите, начала кусты-то шурудить. Товарищей потревожила. Еще где-то один был. А, вон еще один. Здоровенный. Я думала, что все спят. Нифига. И мухи летают, и пауки ползают, и эти. Такие медлительные. А на самом деле, как понесется, фиг остановишь. Думаю, что-то мне жарковато. А, гляньте. Это сколько? Восемнадцать почти. Тепло, однако. Надо обрезать виноград. Уже ничего не надо. Так, иду. Иду и повторяю про себя, что мне надо. Крем мне надо для рук и для лица. Вот почему-то ни в Мурманске, ни в Москве, ни в Питере у меня не сохнут руки. Тут только приезжаю, все. Вот лицо еще не так. А руки просто вот как бумага какие-то. Там у нас. Ну, надо видеть. Другая. Все по-другому сразу. Вот так и хожу целый день. То вспомни, это надо, то это надо. Туда-сюда толчешься. Надо видеть. Пусть приедет, соберет эти гранаты. Остальные они высоко. Это надо лестницу точить. Знаете, что обидно, мои хорошие? Вот хоть бы кто написал. Молодец, Любовь Николаевна. Стараешься. Музыку там учишься накладывать, да? на какие-то моменты. Видео перестало так трястись. А вот что звук плохой, сразу прям истерия какая-то. Причем три подряд комментария. Это что, стадное чувство или как? Если до вас написали, что звук плохой, значит, тут же надо то же самое написать. Ну, угомонитесь, люди. Сделаем, нормальный будет звук. Хорошего никто не замечает. Только плохое. Вот это обидно, зайки. Так, вот отметила Донецк. Любаша Стоянова. Пишите, мои дорогие, кто откуда. Сделаем так, чтобы карта у нас сияла вся розовыми точками. Вот что хочу сказать, мои дорогие. Тепло днем, прям тепло. Но цемент сохнет отвратительно. Если раньше какая-то вещичка высыхала за сутки, сейчас двое, а то и трое. Ничего не двигается. Плохо дело. Вот. А что хочу сказать? А мне Леночка прислала виды горного Алтая. первое видео двадцать шестого, по-моему, числа. Снег выпал. Потом, как это выглядит летом, а потом уже сегодня снег растаял. И как солнце светит в горах. Ой, я так люблю горы. А вот на городе Малтая никогда не была. Спасибо, Леночка, хоть посмотрела на такую красоту. Сейчас и вам покажу, мои дорогие. А у нас сегодня вот такая краса с утречка. но температура плюс один. Так что это предупреждение приближения зимы. с утречки. Субтитры субтитры нас уже вот так вот снега совсем нету то есть растаял так что у нас лето продолжается Рина из Финляндии мне прислала фотографии какие она носочки вяжет и природу финскую сейчас а я девчонки так наковыркалась с обрезанием что уснула она мне звонила я спала вот думаю так мне вот эта картинка нравится которая вот она она же была на кружке вот думаю куда бы мне ее пристроить вот сейчас покажу вам фотографии Ирины а это Оксаночка мне прислала Черноморск наш на въезде какая-то техника военная у нас ой я сразу начинаю переживать чего бы ни случилось с нашими соседями охраны едут охранового вперед уехала Время без десяти шесть представляете как рано солнце уже село вот какие-то вот просто вот цветы сказать так на облаках вон как красиво сейчас прям все вот десять минут и будет теми красота тишина а птички все солнышко пока светит чирик чирик такие деловые горлицы улетели уже не слышно уху уху все на канары улетели ой как я тоже хочу на канары как мне там понравилось боже мой вот Райта на земле никаких ядовитых существ нет красота птички вот в этом году он там на острое пальмы разгулялся как вулкан то ужас там же полуострое лавой затопило но красота правда не успела я снять закат но он еще красивее а я все таскаю коробки из дома в дом давайте прощаться мои дорогие до завтра давайте пусть у вас будет хороший вечер и спокойной ночи чтоб ничего не болело ладно не огорчайте меня давайте мои золотые я вас обнимаю я все время о вас думаю давайте пока пока мои дорогие всего всего вам здоровья и всего всего самого хорошего пока до завтра